Семья собралась в другой город в рабочую поездку. Люди должны были отсутствовать несколько дней, поэтому заранее позаботились о своих питомцах, собаку забрали соседи, а котам Винстону и Сеа оставили еду и воду, а также попросили маму хозяйки навестить их пару раз. Люди уехали, но уже в первый день их план пошел наперекосяк. Когда женщина пришла навестить котов, дома оказался только Винстон, Сеа исчезла, а смотр всего дома не дал результата. Ситуация повторилась и во время второго визита Женины, кот ждал ее в комнате, а Кока исчезла. Четыре дня женщина не могла найти Сею, а затем вернулась сама хозяйка животных. Зайдя в дом, хозяйка начала звать кошку и та сразу же дала знать о себе громким мяуканьем. По звуку женщина нашла свою питомицу, которая все это время пряталась за диваном. Кошка не двигалась, хозяйка предположила, что она травмирована или заболела, подняв животное на руки. Хозяйка увидела, что ее питомица плачет. Такая реакция характерна людям после долгой разлуки, но никто не ожидал такой реакции от кошки. Сеа прижималась к хозяйке, мяукала и фыркала, словно пытаясь рассказать, как она пережила эти дни без нее, а заодно и упрекнуть женщину в том, что она бросила их с Винстоном одних. Винстон на возвращение хозяйки отреагировал совсем иначе. Казалось, он просто не заметил, что людей не было так долго, ведь его миска всегда была полна, а это главное. Субтитры создавал DimaTorzok